Второй казачий форум стартовал с крестного ухода в честь православного праздника Казанской Божьей Матери. В обелиске славы симбирские казаки в память о павших войнах возложили цветы к вечному огню. Далее участники форума переместились во дворец детского творчества. Здесь подведение итогов определенной работы симбирских казаков и казаков Татарстана, которые объединены в симбирское окружное казачье общество в плане военно-патриотического воспитания порастающего поколения. В большом почете на форуме был рупор свободолюбивых воинов, казачье слово. Газету расхватали за считанные минуты. Ее охоты читали как региональные, так и федеральные эксперты. В центре их внимания создание площадок для взращивания молодежного патриотизма. Для того, чтобы современная казачья молодежь именно по-современному смотрела на все те проблемы, которые у нас существуют, и занималась там именно с казачьим уклоном, с казачьей культурой, с той идеологией, которая в принципе у нас имеется. Одна из таких площадок – новый казачий спортивно-культурный центр. Он открылся на Карла Маркса 21, дробь 23. Аналогов ему нет в стране. Здесь есть комната боевой славы, помещение для занятий рукоделием, хореографический класс, а еще зал рукопашного боя, где заодно можно также побузить по казачьи. Мы, конечно, хотим ее все-таки, эту молодежь, привлечь ближе к нашей культуре, к нашим традициям, к нашей территории, к нашей истории. И, безусловно, для того, чтобы до нее достучаться, необходимы новые форматы. За последние 20 лет мы увидели, что те форматы, которые работали, они малоэффективны. Область помогла материально при создании казачьего центра. Поддержка служивым людям как нельзя кстати. В ходе праздничного торжества губернатор Сергей Морозов выразил благодарность казачеству в деле молодежного воспитания и укреплению межнационального единства. Мы создаем и будем создавать все условия для укрепления межнационального мира, согласия и в стране, и в Ульяновской области, и в конкретном муниципальном образовании, в населенном пункте, и, если хотите, в каждой семье. Свои слова глава региона подкрепил действиями. Сергей Морозов вручил премии за вклад в развитие межнациональных отношений в Ульяновской области. Среди награжденных юристы, педагоги и общественники. А на десерт свою лучшую программу ульяновской публики представил государственный ансамбль театра и танца «Казаки России». Я считаю, что вот эти форумы проводятся не зря. Почему? Потому что надо воспитывать и молодежь, и наше поколение более молодых. И знакомить с нашей не только народной культурой, русской народной культурой, но и с казачеством, потому что они идут всегда параллельно. Творчество липецкого коллектива собирательное. Особенно проявляется это в одежде. Если на дону казаки в фуражках из портупеи, то кубанских казаков узнают сразу по головным уборам. Весь юг России казачьей, Сибирь, Оренбуржья, поэтому как-то без этой культуры России, в общем-то, я не могу себе представить. Самобытность – это то качество, которым славятся вольные люди. А эта пушка на концерте символизировала гордость казаков за свое отечество, а еще огромную тягу к свободе. Эдуард Истомин, Герман Баранов, Вести Ульянов.